К чему снится каша? Каша это причинно-следственная связь, карма. Если по архетипу посмотреть, что такое каша, это зерно. Это зерно, которое созрело уже, уже есть. Это зрелая карма, которая на какое-то время, она притормозилась. И при помощи воды или молока, молоко это тоже вода, в принципе, некоторая в его роде. Она разбухает, варится, но уже от него ростка не будет. Она закрывается. Поэтому это зрелая карма, которая у вас закрывается. Когда-то вы ее, как говорится, заложили причину. Вот сейчас следствие, и зрелая карма у вас закрывается. Значит, тут надо смотреть, если каша просто на воде или просто каша варится, это одно. Это информация, это эмоции, которые могут сопровождать какие-то события. Все это есть. Дальше. Следующее. Если каша сваренная и горячая, вот мы смотрим, уже сваренная, уже все, события уже идут. Если вы только начали варить, значит, события только наступают. А если горячая, вот есть холодная горячая. То есть, если холодная каша, значит, это еще может быть не скоро или очень, ну, будем говорить, медленно будут происходить события. Это горячая каша, значит, горячие события, быстрые события, которые, он говорит, всколыхнут вас. Поэтому надо, если горячая и сваренная каша, надо очень внимательно относиться к своим событиям, которые происходят у человека. Здесь могут быть разные. Может касаться денег, может касаться отношений, может касаться здоровья. Всё это надо смотреть. Остывшая каша – это когда поток событий уже уходит, уже всё. Если вы едите её, опять символ, значит, вы получаете информацию. Вы уже в потоке информации. Обглядитесь, посмотрите, где-то у вас закрыта карма. То есть вы можете просто перестать общаться с каким-то человеком, у вас закрылись отношения, всё. Больше они не будут. И они были у вас кармические. Поэтому вполне возможно, может быть, развод с человеком произошёл, и у вас вы уже доедаете вот эту варёную кашу остывшую. То есть это значит, уже немножко спадут вот эти эмоции. И, скорее всего, ваши отношения уже закончились. Дальше. Подгоревшая каша. Подгоревшая каша, если вы чувствуете именно гарь и всё остальное, это будет, карма будет закрываться не очень хорошо. И очень долго будет оставить осадок от этих событий. Поэтому не очень приятный след оставляет. Может эмоциональный, материальный, физический. Иногда вот на какое-то время. Это, ну, если мы смотрим, что такое подгорела каша. Очень долго запах остаётся. Правильно? Правильно. В этом отношении. Дальше. Ну, например, женщина. Вот сон был женщина. Она варила на кухне на сильном огне кашу. Рядом стояла родственница. И она, родственница говорит, по-моему, каша горит. Поэтому запах пошёл. И потом дым пошёл. Был ссора с родственниками. Правда, с другими. Не того, которое она видела. А другие родственники. Иногда такое бывает. Были ссоры из-за денег. Вот я не помню, какую кашу они варили. Если конкретную кашу, да надо смотреть опять, какую конкретную кашу вы варили. Может по-разному показываться. Иногда бывает показано по структуре, например. По структуре, например, женщине приснился сон, что она видела, ела кашу гречневую. И там три кусочка мяса попалось ей. И на следующий день она проверяла себе щитовидку. А щитовидка похожа по структуре на кашу. Поэтому тоже. И гречневую кашу. И вот это мясо три узелка нашли. Поэтому вот здесь тоже по структуре. Если это манная каша. Манную кашу обычно мы даём детям. Может быть это будет связано с ребёнком. Или манную кашу раньше давали людям, которые ослаблены. Например, гороховая каша. Гороховая каша может показать деньгам. Может показывать. Или болезнь зубов. Иногда бывает, потому что оно как бы ротик вот такой. И там зубки. Поэтому мы говорили про это где-то в каком-то видео. Поэтому тоже может показывать на деньги. Или может быть показывать на сытость. Может быть. Потому что это белок тоже очень хороший. Природного характера. Есть когда, например, перлова. Перловой мы знаем опять. Что мы знаем. Что знает наше подсознание. Мы знаем, что это очень полезная каша. Микроэлементов очень много. Поэтому вот здесь вот есть. Есть. Я знаю, что женщине одной снилось перловой, когда она ела перловую кашу. И она в Москве есть такая, по-моему, район. Перловка называется. И она ездила в перловку. Поэтому тут тоже есть вот именно где-то надо смотреть ассоциацию с чем-то. Она ездила в перловку. Там у ней были родственники. Если, например, ну какие еще есть? Есть овсяная каша. Она слизкая. Она такая, будем говорить, больше. Она полезная считается. Но это, может быть, какие-то слизкие отношения могут быть. Или какая-то не очень устойчивая ситуация может быть в этом отношении. Поэтому смотрим по структуре. Именно какая каша идет. Потом мы смотрим. Есть иногда такая вещь, как ребенок отодвигает, например, от себя кашу. То есть у него замедляется рост. То есть мало каш ел, например, тоже. Это ослабленный, может быть, ребенок. Если ваш ребенок отодвинул от себя кашу, например, даже манную не хочет есть. И во сне капризничает. Это говорит о том, что он, может, заболел. То есть мало каши ел. Это значит сил мало. Если у человека полный рот каши, это говорит о том, опять, полный рот каши. Ты разговариваешь так, как будто у тебя полный рот каши. То есть это немнятная речь. Человек, который не очень правильно что-то разговаривает и не может дать информацию. Поэтому вот здесь это не жесткий символ. А такой вот, ну, все равно в любом случае, вот чем-то закрывается. Вот эта карма, она закрывается. Но иногда вот есть то, что можно смотреть по структуре каши, как вы к ней относитесь. Если вы что-то ненавидите, например, если вы ненавидите овсянку и вам снится овсянка, значит, события будут не очень приятные в этом отношении. Опять же, надо смотреть, если вы сами ее варили, значит, заварили кашу. Что такое, опять заварили кашу, варите кашу. Значит, будут какие-то события, вы будете очень сильно включены. То есть это ваша инициатива будет в этом отношении. Если вы кормили кого-то кашей, поэтому опять, может быть, какую-то информацию будете давать человеку в этом, в натуральном причине. Потому что рот – это информационная вещь. Опять смотреть. Смотреть, может быть, опять кормить кого-то кашей. Ну, это опять ключевая фраза, может быть, кормить кого-то кашей. Но если вы варили кашу рядом, как в прошлый раз, вы в прошлый сон, вы только говорили, стоял родственник, значит, это в сфере родственных отношений. Если это коллега по работе, значит, коллега по работе. Если вы покупали вместе с коллегой по работе какую-то кашу, например, гороховую кашу, вполне возможно, что здесь через какое-то время у вас могут появиться деньги. То есть по работе. Это не обязательно у коллеги. Это может быть повышение будет, вам говорит, зарплаты. Такое тоже может быть. Поэтому тут мы смотрим разное. Овсяная, овсянка очень часто к оздоровлению, болезнь желудка, когда едят ее, это слизистая. Может быть, если овсянку, тоже надо смотреть, почему едят овсянку. Это гастрит. Если гастрит, часто очень едят, чтобы было слизистая, например, нарушенная. Поэтому если дополнительно там какие-то идут символы у вас, идут, вы едите кашу, например, в больницу, а больница – это символ здоровья. Значит, надо подлечить, вполне возможно, где-то нарушена слизистая оболочка. У нас все идет со слизью. Это кишечник, желудок, трахея – все слизистая. Поэтому где-то нарушена, может быть, именно слизистая оболочка в этом отношении. Поэтому здесь, что еще можно тут вот посмотреть? Давайте еще тут посмотрю. В принципе, ну, наверное, вот где-то тут можно посмотреть. Если наблюдали, что кто-то варит кашу, ну, например, вы наблюдали, значит, это не ваши события, а вы будете где-то, ну, будем говорить так, наблюдать, опять ключевая фраза, наблюдать какие-то события, которые будут связаны с тем человеком, которые, ну, у него будут происходить какие-то события, в которых он будет включен. Здесь вы можете уже понимать, что эти события у него не случайны. Эта карма как бы закрывается у него. Это неплохо есть. То есть всегда хорошо закрыть карму. Но опять смотря как, болезни закрываемые, как мы говорили, событиями, например, разрывами какими-то в этом отношении. Может быть, кто-то уходит, кто-то может приходить. Поэтому это идет как бы зрелая карма, которая немножко по времени, по времени, она, ну, будем говорить так, чуть больше времени надо, чтобы закрыть эту карму. Она стоит как бы в позиции ожидания. Почему? Потому что каша всегда может быть в пакете. Опять смотрим, да. Если есть, например, она находится в пакете, смотрите, что написано. Если вы запомнили, что написано в пакете, это прямая информация, которая идет, будем говорить, на вас. Поэтому, то есть, кашка для, например, Маши. Кашка для Маши, например, вот идет на упаковке. Посмотрите, кто у вас Маша, например. И вот эта кашка, она будет именно для того человека, которого зовут Маши. Здесь опять простор творчества. Смотрите. Самое основное, что это закрывается зрелая карма, которая пока какое-то время ждала, ждала определенных событий, которые приходят в вашу жизнь, и она закрывается. Женщине приснился сон, что она ходила, заговаривала зоб себе. У нее вырастал зоб. Ей приснился сон, что она варила себе гречную кашу. Вот один из символов идет, когда гречка увеличивается в размерах. Понимаете? Поэтому гречка очень часто может, например, показывать щитовидка, зоб щитовидка. Оно похоже, как я сказала, по структуре. Поэтому, если вы варите гречневую кашу, вы видите, что она увеличится в размерах. Значит, проверьте свою щитовидку. Зоб проверьте. Смотрим еще, чем добавлена каша. Если это мясо, это сфера здоровья должна быть. Если это, например, ягоды, это слезы в большинстве, особенно с черникой, если есть. Это к слезам может быть. Хотя это вроде полезно, но тем не менее. Если какие-то сухофрукты еще опять добавляем, именно по мере толкования, что это такое. Может быть, не хватает витамин. Поэтому, если на молоке, большая вероятность события, которые могут оставить после себя психосоматический след. Поэтому мы смотрим дополнительно символы, где находятся. В горшочке. Это, значит, более круглый. Значит, может быть, касается какого-то человека более полного. Такого, который будет. Если тарелка, это немножко другое. Поэтому, когда мы едим из тарелки, но это привычно, но тем не менее, это более ясно видно. Если в горшочке, это менее видно. Например, это каша. То есть события, которые более видны или более-менее не видны. Поэтому любой дополнительный символ, который идет, он дополняет вот эту зрелую карму. Оттуда можно увидеть очень многие, будем говорить, дополняющие события, в какой сфере толковать суть. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...